Всем привет! Сегодня на обзоре предтренировочный комплекс производителя MyProtein, линейка PRO с индексом PLUS. Так, сразу ключевые преимущества, что нам говорит производитель. 6 грамм L-цитрулина. Что такое L-цитрулин? 6 грамм L-цитрулин. Цитрулин или L-цитрулин одна из самых эффективных аминокислот, применяемых для роста мышечной массы, улучшения силовых показателей и выносливости. Дальше. 3,2 грамма бета-аланина. Бета-аланин. Повышение энергетических запасов, позволяющих увеличить длительность тренировки, увеличение продолжительности интенсивности тренировок и выносливости мышц, благодаря замедлению их закисления. И, соответственно, 300 миллиграмм кофеина. Это энергетик. Звучит все очень неплохо, но на деле получается как-то так себе на самом деле. Сегодня вкус кислый мармелад. Что-то типа этого переводится. По составу я уже сказал основные ингредиенты. 18 грамм пробник. Разводится все это дело на 300-400 миллилитров воды. И производитель рекомендует употреблять за 30 минут до тренировки. Какие еще ключевые преимущества по данному предтренировочному комплексу? Как опять же говорит производитель. Технология пролонгированного высвобождения. Формула включает в себя ингредиенты, которые активизируются с оптимальными интервалами. Невероятные 300 миллиграмм кофеина в одной порции. Поддерживаете максимальную результативность в течение более длительного времени. Витамин В12 и С снижают усталость. Опять же все хорошо звучит. Но на деле, на самом деле, это уже мой пятый прием предтреника. С разными вкусами. И плюс, и обычный. Про такой вот порошок мелкодисперсионный. Получается, что энергии он действительно чуть-чуть добавляет. Сил там никаких он в принципе не добавляет. У меня единственная тренировка с ним была с приростом весов. Произвена после болезни. После простуды. Я думаю, это было связано в большей степени с каким-то эффектом таким, скажем, после выздоровления. Такой небольшой супер компенсации. Я не отношу это действие к действию данного предтреника в принципе. Так, мешаем. Что действительно замечено в принципе на тренировках, что восстановление идет чуть-чуть быстрее между подходами. Ну, прям чуть-чуть. То есть, по большому счету, проведете вы тренировку, либо 50 минут затратите на тренировку, либо 45 по итогу. С данным предтреником. Я не думаю, что это для кого-то в принципе станет существенным весьма. Тот же L-карнитин действует, ну, чуть-чуть может быть менее эффективно. Но при этом он стоит копейки. И, не знаю, его проще принимать. Не нужно вот эту химическую жидкость определенную выпивать такую. Все вкусы невкусные, откровенно невкусные. Был один, по-моему, лайм, более-менее еще. А остальные, ну, прям гольная химия, противная, как лекарство. Так. Опять же, вот такой вот состав. Немного пены. Сейчас скажу по запаху. Запах химическо-фруктово-персиковый какой-то. Сейчас скажу по вкусу. Вкус, опять же, непонятный. Действительно, какого-то фруктового мармелада. Очень много химии. Ну, средний вкус, не скажу, что сильно противный. Но и не особо приятный, на самом деле. Так, что далее еще? Кому это точно не подойдет? Это не подойдет у кого вечерние тренировки проходят. Потому что большое содержание кофеина. Потом просто будут проблемы с засыпанием. Поэтому, ну, такая, как бы, специфическая добавка. На самом деле, я смотрю, очень много ребят в зале испытывают прям проблему с энергией на тренировках. Практически не ходят после выполнения упражнений. Просто сидят, отдыхают, сил у них нет. На этот счет помогает хорошо, в принципе, эль-карнитин. Если его вам не хватает, то, в принципе, могу посоветовать, если тренировки, опять же, не вечерние, закидывать немножко кофеина. Пару таблеток. Ну, по весу, там, смотрите, может, одной таблетки, в принципе, хватит. Там, по-моему, одна таблетка 100 миллиграмм идет. Ну, в зависимости от производителей, соответственно, дозировка разная идет по таблеткам. Там рассчитывается, в принципе, на вес тела, как всегда. Думаю, в принципе, эти методы более эффективны и гораздо более дешевле. Обойдутся вам. Такой обзор общий. Это последний предтреник. Вот. Так что подписывайтесь на канал. Всем спасибо. И до свидания.